Всем привет дорогие зрители, с вами Мистер Шпилкис и мы продолжаем выживание в мире дикой природы игры Сабсистенс. В прошлой серии мы с вами хлопотали по хозяйству, собирали урожай, устанавливали всякое разное оборудование, солнечная панель, ветряк, бур, дрель для добычи руды. Было интересно, у нас даже получилось здесь зарейдить базу охотников, но рейд такой получился немножко кривой, я не до конца там разобрал, разломал дверь, пришлось покинуть эту базу, потому что уже подходило время к тому, что охотники бы зареспились и просто наваляли бы мне там по щам за эту сломанную дверь, за то, что я им ее не запилил. В этой серии, друзья, я хотел сходить на очень интересную охоту, я думаю, что все мы ее давно ждем, и я в том числе, такой охоты у нас с вами еще не было. В этой серии я хотел бы поохотиться на охотников, да, друзья, сходить на полноценный рейд, возможно. Можно, в общем, заняться чисто такой войной здесь с местными NPC-охотниками, но, есть одно но. В стиме выскочила новость о том, что разработчик добавил возможность поиграть в 52-ую альфу. То есть это еще не релиз патча, это только лишь возможность, которая включается в закладки бета-версии в стиме в свойствах игры. Я включил, зашел и решил посмотреть на эти изменения, друзья, на самом деле игра преобразилась, преобразилась в лучшую сторону. Мы с вами поступим следующим образом. Сейчас мы смотрим изменения в 52-ой альфе, и если у нас останется достаточно времени, мы хотя бы зарейдим, может быть, одну базу охотников. Я бы хотел, на самом деле, сходить, у нас тут есть неподалеку целых две, что до первой, что до второй идти, буквально ерунду, тут минутку-другую, и мы на месте. Я уже заранее подготовился, подкрафтил здесь немножко боеприпасов, ну так, подкрафтил чуть тех, чуть тех, чуть тех. И смотрите, уже вы можете наблюдать изменения, которые у нас будут на релизе 52-ой альфы. У нас немножко изменился инвентарь. Во-первых, изменились сами иконки, они стали выглядеть, ну, вы знаете, так, более презентабельно, более стильно, что ли. А все за счет чего? За счет того, что разработчик просто добавил тень на каждый вот этот вот элемент. Батончик у нас с тенью, молоточек с тенью, ружьишко с тенью, то есть появился такой объем небольшой. Плюс у нас изменилась закладка вот здесь. Смотрите, у нас здесь теперь иконки, и при нажатии на иконку мы с вами видим описание, мы с вами видим, что нужно для того, чтобы скрафтить тот или иной элемент, да. Теперь у нас здесь нет никакого текста, у нас все с вами видно, ясно и понятно. Добавились вот такие вот интересные ловушки для рыбы и для животных. Далее, какие еще изменения у нас с вами в этом патче? Давайте посмотрим. Попутно расскажу вам, что разобрался с этой дрелью. Помните, вертикальная полоска, которая собирается, это, видимо, углубление дрели, то есть дрель углубляется внутрь. Как только дрель углубилась, появляется возможность собирать несколько типов либо руды, либо воду. У меня здесь уже вот накрутилось 55 меди, ну давайте заберем, закинем наш... Посмотрим, что у меня здесь, кстати, делается. На самом деле усиленно тут пытаюсь перерабатывать все, что можно, но понимаю, что все-таки для промышленной переработки, друзья, очень мало именно единичного оборудования нужно, как минимум, ну, в двойном, в тройном экземпляре и так далее. Ну что ж, едем дальше по изменениям в 52-й альфе. Значит, смотрим здесь. Здесь у нас тоже есть ряд изменений, у нас изменилось вот это вот окошко крафта базы через базовый командный блок. Здесь у нас с вами, в общем-то, кроме вот этого станочка токарного, по-моему, я не усмотрел здесь каких-то других изменений, добавленных. Вроде бы все то же самое оборудование. Выключатель у нас был, отмычка, лампочки, все это, по-моему, у нас было. Токарного станочка у нас не было. Очень интересно, друзья, попробовать, что же это за такой токарный станочек. И я, предусмотрительно, его уже заготовил, скрафтил, и мы с вами прямо сейчас будем его устанавливать. Посмотрим, насколько он большой, может быть, поставим его на улице. Ну, вы знаете, не такой уж и большой станочек, наверное. Давайте мы вот как-то сейчас вот так вот отделим, может быть, нашу рабочую зону от нашей кровати. Получится, конечно, не совсем презентабельно, но да ладно. Нам тут в этих аскетичных условиях выживания не до презентабельности. Вот такой станочек. У нас получится, ну, некая такая стеночка, которая отделит нашу мастерскую от нашей спальни, так скажем, да? Интересно. Ну что ж, заглянем, что же у нас внутри станочка. А внутри станочка, друзья, у нас интересные вещи. БКБ-взломщик, переключатель лифта, платформа лифта и шахта лифта. Да, в этом патче, в Альфа-52, нам добавят возможность устанавливать настоящий полноценный лифт. Можно сразу посмотреть, какие ресурсы для этого будут нужны, но ресурсы, друзья, серьезные на самом деле. Как минимум, вот эти кристаллы, которые добываются в некой пещере мифической, в которой я еще не был и которую я еще даже в глаза не видел на самом деле. Но я думаю, увидим, посмотрим, разберемся. Так, штанишки давайте куда-нибудь накинем. Лишнюю защитку нам прибавят, да и потеплее станет. Холодными ночами, осенними здесь. Хорошо. Значит, лифт у нас крафтится здесь. Далее, что у нас с вами еще изменилось? У нас изменилась немножко картиночка. Ну, в том смысле, что... Солнышко, да? Если бы было солнышко, я бы вам показал, что изменилось, но, может быть, в этой серии еще покажу. К солнышку мы с вами, может быть, еще вернемся. Давайте заглянем в настройки. У нас в настройках графики появился вот такой пунктик ограничения FPS. 120 я себе установил, но на самом деле мне для записи хватит и 60 за глаза, чтобы вам было комфортно смотреть, ну а мне комфортно играть. Едем дальше. Помимо ловушек, которые мы, к слову, сейчас давайте сразу поставим, покрафтим и сходим установить, посмотрим, что это такое. С чем это, как говорится, едят. Так, палки, веревки. Отлично. Ну, давайте создадим три таких и три таких. Хорошо. У нас появилась, друзья, карта. Наконец-то. Наконец-то у нас с вами появилась карта. И смотрите, как этот процесс перехода на карту выглядит. Мы нажимаем на М и взлетаем просто над нашей территорией. У нас появляется компас сверху. И карта, она не приближается, либо я не разобрался, как ее приблизить. Но ее, как минимум, на правую кнопку, при зажатии правой кнопкой, можно вот передвигать. Вот таким образом. Хорошо. На карту, точнее, вернуться обратно тоже через клавишу М. Escape тут вызывает меню. А ну-ка, поспели у меня здесь урожай? Ну-ка, давайте посмотрим. Нет, еще зреет. Хорошо, пускай зреет. Можно, кстати, пробежаться, быстренько закинуть. По-моему, там кончилось удобрение. Давайте быстро сейчас подзасыпем во все грядочки. У меня очень много нагорело вот этого пепла. Могу себе, как говорится, позволь. Так, хорошо. Далее. Что еще у нас с вами изменилось? Нам добавили новое животное. Новую рыбку, точнее. Которая, скорее всего, попадается в ловушке. Ну, я думаю, что в ловушке попадаются абсолютно все рыбки. Я пытался выловить, но у меня не получилось выловить на удочку эту новую рыбку. По-моему, какой-то бас. Есть такая рыбка, бас какой-то там. Потому что почноты все на английском. Я там поковырялся так, ну, бегало посмотрел. Что мог, то увидел. Что не мог, то не увидел. В общем, как-то так. Хорошо. Сейчас мы с вами займемся установкой вот этих ловушек. Поставим три ловушки на мелкую дичь. Это, как я понимаю, куры и зайцы. И поставим три ловушки под водой. Так, давайте сразу берем все лишнее из рук, чтобы нам ничего не мешало. Далее я, друзья, планирую все-таки улучшить винтовочку. И, может быть, даже двухстволочку. А, может быть, и не буду. Посмотрим, но винтовку однозначно хочу улучшить. Стоп. Что-то мне подсказывает, что на рыбу, друзья, на рыбу, нам по-любому понадобятся личинки. Вот прям к бабке не ходи. А, скорее всего, на птицу и зайцев нам понадобится черника. Возможно. Пойдем попробуем установить. Интересно. Кстати, стоп, стоп, стоп. Вернемся на секунду назад. Что у нас там с едой и голодом? Ну, можно перекусить немножко. И у меня тут неудачная встреча с медведем состоялась, в общем. Закончился он для меня не очень. Как можете видеть, да? По моему заражению. Так. И давайте что-нибудь, наверное, сейчас куснем. Быстренько там несколько водорослей загрызем. Какой-нибудь стейк закушаем. И что-нибудь еще выпьем. Все. Хорошо. Ловить я не буду на удочку в этой серии. Но мы с вами попробуем как минимум установить ловушки. А пойдемте сразу этим займемся. Прямо вот здесь вот внизу. У нас есть очень замечательный спуск к воде. Мы его с вами можем использовать. Для наших целей. Так, стоп-стоп-стоп. Давайте сразу выберем, наверное, ловушку на рыбу. Вот, для рыбы. Хорошо. Ставим. Давайте где-то здесь, наверное, установим уже первую ловушку. Так, хорошо. Что теперь для этого нужно? Смотрим. Нет, не подходит. Вот, все. Нет, ну не все. Подожди. Разделить одну. Ох, не успею. Ох, не успею. Друг, всплывай быстрее. Быстрее. Сейчас помирать будем. Мучительной, долгой смертью. Ой, жесть. Так, смотрите-ка, да? То есть, слишком глубоко все-таки лучше не ставить эти ловушки. И лучше, друзья, заранее отделять личинки. Вот, смотрите, одну личинку кладем. Давайте, может быть, еще одну положим. На всякий случай. Всплываем. Сейчас где-нибудь еще установим ловушечку. Ммм, ветряк разошелся. Мне сказали, что жди бурю, и ветряк твой должен заработать вполне адекватно. Так, смотрим. Одна ловушка у нас здесь. Давайте еще одну попробуем поставить не так глубоко. Где-нибудь вот здесь вот. Оп, красиво. Угу, всплывем. Давайте подготовим сразу себе личинки для загрузки. Я не знаю, сколько их нужно ложить. Может быть, один к одному они будут ловить нам рыбку. Ну, а может быть, и одной достаточно, чтобы ловушка забилась полностью. Честно говоря, не знаю. Вот мы с вами и проверим. Положим две. Причем у нас сразу появляется галочка. Обратите внимание, да? Полетели птички. Кстати, это одна из анимаций, которую добавил разработчик. Но не в этом патче, а добавил ее раньше. Которая нам показывает приход весны и осени. Прям полноценный. Начинается гон у лосей. И начинают лететь птички. На юг и с юга, соответственно. Так, хорошо. С этим вопросом мы с вами разобрались. Потом, чуть позже, мы проверим, что у нас там попадается в эти ловушки. Интересно было бы это выяснить. Ожидал я, конечно, солнечный денек, но вот, к сожалению, как-то не задалось. Солнышком, но ничего. Дождик тоже полезен. Польет наше растение, которое, к слову, уже смотрите-ка. Ну да, еще чуть-чуть и все у нас с вами будет отлично. Играя за кадром, ну достаточно, чтобы созревал полностью урожай, посаженный в прошлой серии. Интересно. Так, ну, я не знаю. Нет, личинки давайте не будем выкладывать. Давайте пойдем поставим ловушки на зайчиков и кур. Если вдруг я про какие-то изменения подзабыл, вы мне напишите в комментариях. Ну, не только мне, и всем остальным зрителям, которые читают комментарии. Тоже будет полезно прочитать о изменениях, которые добавили. Но, по-моему, я вроде как все перечислил. То есть у нас станок, у нас... Давайте-ка волку убьем. Заберем с него мясо и заодно он нам не будет мешать здесь. Воу-воу-воу-воу! Какой ты прыгучий, а вы, смотрите-ка. Удачно. Удачно все прошло, потому что могло кончиться сейчас на самом деле все плохо. Так, значит, смотрите, что у нас с вами. Станок, лифт, переделанный инвентарь, переделанное солнышко, добавлена карта, добавлены ловушки и добавлена рыбка. Вроде как все. Ну вот, на первый взгляд. Кстати, там еще один волк ходит, да? Что же всех сюда прям тянет, честное слово? Придется еще с одним разобраться. Так, промах. Это плохо. Второй промах. Да ладно, иди ты, серьезно? Хватит промаха. Воу, вот это плохо. Вот это плохо. Нет, нет, нет. Отвали. Гаденыш такой, отвали. Четыре хп оставил, жесть. Сходил на волчка, называется. Так, ладно, ладно, хорошо. Прорвемся, ничего страшного. Я думаю, что сейчас мы пойдем, наверное, зализывать раны, потому что нам определенно нужно каким-то образом восстанавливать хп, потому что рейдить охотников с таким хп, как у меня, но это самоубийство будет, как минимум. Так, хорошо. Давайте ставить ловушки. Одну поставим вот здесь, чтобы не в траве, чтобы ее было хорошо видно. Положим туда ягодки. Смотрите, только лишь когда две ягодки кладешь, да, появляется вот эта зеленая галочка, что приманка у нас установлена. А там достаточно одной было личинки, да, может быть, две личинки, это на самом деле был перебор, возможно. Так что очень сильно шумит. Стоп, дайте-ка проверю быстро звук. Что такое шум? Гул вообще нереальный. Основная громкость. Давай вот так вот сделаем, что ли. Немногим, конечно, будет лучше, но все же. Так, одну давайте ловушечку, может, установим где-то здесь. Надо устанавливать в местах, вот где такие вот... Без травы, так скажем. Прогалины такие есть, чтобы прямо было видно эту ловушечку, чтобы ее легко было находить. Давайте одну вот здесь поставим. Так, хорошо, хорошо, хорошо. Все, и последнюю ловушечку где-нибудь еще. Оп, черничка, прекрасно. Так, а там... Нет, показалось, думал, коробочка. Давайте где-то здесь, вот, прямо у дуба, да, мы будем с вами точно знать, где у нас стоят ловушки. И одну поставим вот здесь у дуба, хорошо. Все, с этим мы с вами разобрались, ловушки установили. Ну что, пойдем попробуем сейчас проверить, что у нас там с вами попала... Мг, курочка, да? Курочку бы зафармить? Ну ладно, мы не будем, давайте их трогать. Может быть, они как-то в ловушке забредут там со временем. И мы посмотрим, как это работает вообще. Интересно, нет? Сейчас попробуем нырнуть, посмотреть, что там у нас с рыбкой. Попалась ли рыбка в ловушку, и сколько времени вообще она, в принципе, должна быть установлена. Так, крутится, крутится, хорошо. На самом деле, там есть режим ускоренный. Три энергии за двойную скорость. Я им пользовался какое-то время, пока, ну, энергии было не жалко. Потом, как стало жалко энергии, я решил подэкономить, поставить на обычное верчение-кручение. Так, смотрите, вот пока нет. А, на тухлое мясо, вот же, вверху показано, на что ловится. Всплывай, братан, всплывай, сейчас захлебнемся. А нам хп вообще нельзя тратить, ну, никак совсем. Так, ну, смотрите, пока, да, пока ничего не попалось. А ну, здесь, может быть, кто-то сидит? Нет, никого. Ну, ладно, я думаю, что им тогда нужно какое-то время полежать. Скорее всего, ощутимое время, чтобы попалась туда рыбка. Может быть, не стоило так глубоко ставить? Может быть, достаточно просто где-то там зайти по колену в воду и поставить? Не знаю, насколько эффективно это все работает. И, кстати, друзья, получилось так, что я тут за кадром немножко заигрался, забылся. И курочка подохла без еды, наверное. Ну, наверное, скорее всего, без воды. Давайте попробуем, может быть, поймаем. Сейчас тут где-то ходила. Засунем ее. Как бы и померла, и померла, как говорится. Ну, да ладно. Просто хотелось посмотреть, что же в итоге с нее там получается. Прикольно, на самом деле, выглядит. Ну, согласитесь, кайфово, да? Здорово. Ловушечка такая, причем, ну, вполне, да, вполне логично сделанная. Дверочка, она туда зашла, дверочка захлопнулась, все. Курочка твоя или зайчик, например. Сейчас гляну, а вось кто-то попался. Причем логушки-то, на самом деле, дешевые. Ну, очень дешевые. А, вот, кстати, курочка, курочка, стой. Курочка, сейчас мы тебя будем брать по-хитрому у воды. Я желаю тебе только хорошего курица. Пошли со мной. Пошли со мной, все нормально. Я отнесу тебя в лучший мир, если ты в итоге не помрешь там с голоду. Как твоя предыдущая коллега. Ну, ничего, ничего. Все, давай, развивайся. Наращивай жирок. Ну, что ж, друзья, давайте теперь вот чем займемся. Апгрейдом оружия. Немножечко апгрейдим винтовку. Может быть, на разок апгрейдим двустволочку. Посмотрим. Вообще, конечно, на войну с охотниками логичнее взять помпу, скорее всего. Потому что все же двустволка, да? Два заряда, ну, такое. Ну, двустволку с жиканами давайте оставим здесь. Отсюда мы заберем вот это все, потому что еще сейчас кое-что будем крафтить. И револьвер с этими патронами тоже оставим здесь. Пригодится. Давайте-ка вот это сюда, это сюда, сюда. Быстренько сейчас пробежимся, все выложим. Что нам не нужно. Вот это не нужно. И я планирую сейчас подкрафтить взрывчатку. Мне написали в комментариях, что, мол, не надо там ее крафтить. Она, в общем, там невыгодная. Туда-сюда. Ребят, на самом деле, я не парюсь. Честно говоря, это первое прохождение. Оно оснакомительное. Я сейчас на все посмотрю. Потом мы уже там в следующем сезоне уже будем играть более вдумчиво, более правильно. Я не буду вот так вот расточительно, как здесь, допустим. Вот я почти не пользуюсь вот этой штукой. Так редко ее подключаю, на самом деле. Мне почему-то полюбился утилизатор. Мне дерево проще нарубить, чем контролировать вот эту штуковину, на самом деле. Ну да ладно. Ладно, такая лирическая пауза у нас была. Смотрим, что у меня здесь. У меня здесь еще подкрафтил, слил практически все, что у меня было в плане калия. По-моему, калийных вот этих... Ну, вы поняли, короче, калийной белой кучки этой, как она там правильно называется. Хочу все-таки сделать я взрывчатку. Ну, как минимум, потому что это просто интересно. Кстати, а нам бы запустить, да, генераторы. Давайте-ка запустим. Давайте-ка заправим. Чтобы они сейчас нам сгенерировали достаточно энергии. По-быстрому. У нас вроде бы там для первого апгрейда хватит. Вот этот момент я не учел, на самом деле. Эта штука высосала, да, скорее всего. Давайте тормознем ее на время. Заберем вот это вот дело. У меня было что-то там в районе 140, что ли. Я, честно, уже не помню, потому что в голове уже столько от этой игры. Закадрового времени, что я, честно, не помню, на каком моменте я вообще закончил прошлую серию. Так, посмотрим, что у нас потребляет станок. Ну, у него ничего не написано. Потому что я заметил вот эти горящие лампочки и подумалось, а вдруг он что-то там потребляет. Так, посмотрим, что нам нужно для улучшения. Значит, веревка, три веревки, два слитка. Ну, в общем-то, у нас все есть. Три веревки, два слитка. У нас семь веревок. Давайте, наверное, сразу еще сделаем себе веревочек. Кстати, очень удобно стала вот эта тема. Честно, прям обалденно. Ты все видишь сразу, ты ничего не листаешь, не крутишь. У тебя все перед глазами. Так, вы знаете, давайте, наверное, все же вот так сделаем. Потому что сухожилия, по-моему, в каких-то апгрейдах нужны. Я тут похаживаю на пом. Ну, так, изредка, но тем не менее. Так, по-моему, еще вот эти штуки нужны были. За кадром повоевал тут с охотниками. Ну, так, чисто подходил к их базам, выманивал их, как-то там аккуратно пытался. Тоже отвешивали, ребятки, такие, да, серьезные. Поэтому, наверное, наверное, мы с вами сейчас еще вот чем займемся. Наделаем себе кучу бинтов. У нас очень много кожи. Можем себе, как говорится, позволить. Так, и, по-моему, еще у меня сколько-то было. Пускай бинтики лежат. Они, как говорится, есть не просят. Хорошо. Так, забираем еще вот это, вот это. И, наверное, что? Вот это. А, и нам нужно будет еще шестеренки, чтобы сделать саму взрывчатку. Помимо апгрейдов. Тогда давайте мы с вами вот как поступим. Мы сейчас делаем сперва взрывчатку. Да, одну плату не взял. Так, берем. Вообще, на самом деле, все кончается. Я за кадром что успеваю, то делаю. Но в голове, конечно, все не держу. Делаем одну взрывчатку. И у нас с энергией беда, да? Прям беда, беда. Ну, ладно. Ладно, давайте мы сейчас вот как поступим. Мы заберем взрывчатку. Выложим наши ресурсы. Интересно, сюда можно выложить? Нет. Так, забираем взрывчатку. Взрывать любую дверь. Отлично, отлично. Значит, какой план? Мы сейчас с вами вот это все выкладываем сюда. Потом заапгрейдим. Заберем сейчас нашу винтовочку и отправимся к охотникам. Апгрейдом займемся чуть позже. Так, что нам еще нужно? Это нет. Патроны, да, нужны. Пистолет. Пускай будет. Только мы сразу давайте с вами уберем лук и топор. И вот сюда установим все наше оружие. Ну так вот пистолет, дробовик и винтовочку сейчас заберем. А вот на четверочку поставим. На всякий случай, наверное... Нет, вы знаете, какая у меня мысль? Какая мысль? Если я вдруг не смогу сломать первую дверь, потому что мне очень важно сломать последнюю дверь, то мы с вами немножко схитрим. Значит, что нам нужно для фундамента? Гвозди веревки, для лестницы гвозди веревки. В общем-то все. Зачем мне это все нужно? Гвозди, доски, веревки. Мы возьмем вот эти три ресурса с собой. Они нам пригодятся, друзья, на самом деле. Потому что, если вдруг я не смогу каким-то образом вскрыть дверь, то я просто смогу, так скажем, перелезть, построив рядом себе. Просто лестницу, да, перемахнуть к ним туда на базу. Потому что на той базе, на которой мы были в прошлой серии, на ней нет стены. Давайте, наверное, сразу все лишнее сделаем вот так. Вот фляжку тоже не нужна. Так, так, так. Лук тоже уберем. Топор. Топор, ладно, оставим кирку, оставим молоток. Уберем. Так, ну, в общем, для первой вылазки, я думаю, худо-бедно мы с вами хоть как-то готовы. Давайте еще пару кирок, кирков. Киркоровых прихватим с собой. На случай, если вдруг придется все-таки ломать там что-нибудь. Так, энергия, энергия, родимая, ты там как? 650. А, смотрите-ка, все-таки на разочек-то мы с вами сможем сейчас, да, сделать. Три каната. Давайте, давайте. Я не думал, что так быстро накопится, но это хорошо. Так, это, это. Три каната. Три каната, хорошо. И, по-моему, вот эта вот штука еще нужна. Оп. Да, улучшаем, значит, не размер магазина, не скорость перезарядки, улучшаем огневую мощь. Момент очень важный, потому что все-таки идем сейчас, можно сказать, практически на войну. Отлично, все, на разочек мы с вами улучшились. То есть у нас появилась такая информационная точка там, да, говорящая о том, что мы с вами улучшили свою винтовочку на разик. Хорошо. Смотрите, давайте посмотрим на солнышко. Вот какое сейчас это солнышко стало. Помните, какое оно было? Тоже довольно яркое, но сейчас стало, в принципе, ну, вполне интересное, да, такое симпатичное. С лучиками, с эффектом вот этого грязного такого стекла, да, бликов всяких разных. Интересно. Здорово. Ну что, пробуем, друзья, попробуем добежать. Может быть, у нас что-то получится. Давайте игнорировать сейчас всякие ящики и прочее на Буду. И просто попробуем сейчас домчать до базы, потому что времени у нас остается всего ничего. Нам бы хотя бы по-светлому завалить там всех, и дальше уже мы там даже по темноте справимся, если вдруг что. Подкрафтила себе еще штанишки, чуть лучше, чем у нас были. Персонаж теперь у нас вот такой, почему-то женщина. Не знаю, я пол не менял. Не знаю, в чем прикол. Я сам недавно заметил, что у нас почему-то персонаж стал женским по какой-то причине непонятной. Ох ты, жесть, вы знаете. Солнышко, конечно, мега атмосферное и классное, но проблема, знаете, в чем? Проблема в том, что сейчас будет очень темно. Жестко. Жестко не знаю, что у нас с вами получится. Так, минус раз. Отлично. Внимательно. Очень хорошо, очень удобно мы с вами завалили первого. Хорошо. Неплохое начало, черт возьми. Да-да-да, смотрите-ка наверху. Боец сидит, а? А ну-ка, давай. Что даст тебе твоя возвышенность? Ничего не даст она тебе. Готов, парень, все. Вот это да. Слушайте, первый рейд, друзья, и он прошел, ну, на удивление идеально. Если там не сидит третий, то мы с вами, ну, зарейдили, целенаправленно зарейдили, не абы как, целенаправленно зарейдили базу охотников. И смотрите, вот в чем проблема. Они уже в металле, во-первых, это раз. Поэтому, не знаю, сработает мой план или нет. Давайте его сейчас проверим. Может быть и да. Может быть и да. Почему, собственно, нет? Если можно рядом с ними строиться, если вдруг, то мы с вами вообще, можно сказать, в шоколаде. Я просто попытаюсь сейчас как-то перемахнуть туда. Да, определенно, можно даже внутрь попасть. А вот и нельзя. Нет, смотрите-ка, все-таки можно. Можно, можно строиться рядом с охотниками. Слишком близко к вражеской базе. А, вот чем хитрость, да? Все-таки нет, все-таки нельзя. А ну, может быть здесь можно? Нет, слишком близко к вражеской базе. Так, ну что я вам хочу сказать? Сложности есть. Сложности есть с попаданием внутрь. Ну, давайте попробуем, ладно, взорвать. Конечно, это серьезный расход ресурсов. Бам, красиво. Супер-классно. По-моему, там кто-то есть. Там определенно кто-то есть. Дым, рассеивайся. Воу-воу-воу, ребята, а вас там что-то? Что так много-то? Жесть, а что вас так много там? Еще минус один. Воу, жесть. Обалдеть, а что вас так много? Что-то я мимо сейчас насадил вообще прилично. Да, вы знаете, вот это да. Вот это я порейдил. А ну попробуем с пистолетов. Все-таки много очень патронов. Слушайте, они там что, плодятся, что ли? Жесть какая. Да сколько вас там? Вы что, с ума сошли? Какая дичь. В чертовых потемках с вами здесь воевать. Вы знаете, нам отсюда пора уносить ноги. Давайте, давайте попробуем полутать. Воу-воу-воу, куш, друзья, сорван. Куш сорван. На тебе вам генератор, пускай работает. Подожди, давай, на двойную энергию. Отлично. Сожжем у них топливо. Что здесь? Нет, здесь. Включаем, давайте. Да плевать. Пускай. Жги все, друг. Жги все. Здесь что-нибудь есть? Отлично, отлично. Слушайте. Неплохо. Но смотрите, мы с вами как минимум в одну базу, точнее не базу, в одну дверь не попадаем. Воу-воу-воу, ребятушки, вот это мы с вами сорвали здесь куш, да? Кажись, слегка так. Но что-то мне подсказывает, ребята, что нам пора реально отсюда валить. Скорее всего, эту дверь я никак не открою. Да, я могу в нее, конечно, постучать. Стоп, стоп, стоп. У нас же есть одна граната, да? У нас есть премиумная стрела. Нет, здесь мы с вами не сделаем. А ну, может быть. А почему нет? Сколько у нас у двери? 200 осталось. Мы сказали, что дробовик ломает дверь. Ох, ох, доиграюсь. Ох, доиграюсь. По грани хожу, серьезно. Просто по грани. Давайте, не знаю, давайте киркой пробовать добивать ее. Не знаю, друзья. Опасно, опасно. Попробуем сейчас быстро доломать. По две единички ломается. Но нужно посматривать за... Такое чувство, что кто-то появился, по-моему. Давайте бинтов, бинтами полечимся по-быстрому. Вот сколько есть у нас бинтов, прям прожмем до упора, чтобы у нас было полное ХП. Вы знаете, у нас много патронов от пистолета. Не некогда. Давайте вот так вот сейчас поступим, потому что, черт с ним, патронов для пистолета очень много. Сейчас хотя бы можно, да, немножко поломать еще киркой. Чуть-чуть ускорились. Нам бы только схватить и свалить от чуда, чертовые бабушки. Мне больше вообще ничего не нужно. Я хочу очень быстро все это провернуть. Я лук выложил. Мне ведь советовали, возьми лук. Им удобно ломать вот эти вот двери. Потому что стрелы, ну, видимо, остаются в двери, да? Но не все стрелы ломаются. Давай, 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 дружище, давай. Давай, давай. Жесть. Еще никогда не было так страшно. А еще сказали, что за этой дверью сидит охотник. Я не знаю, насколько это правда, но мы сейчас с вами это скоро выясним. Счет пошел на секунды, друзья, все. Сейчас. Сейчас сломается дверь. Нет, никого нету здесь. Воу, клондайк, мне некогда. Некогда разбираться, некогда смотреть. Валим отсюда, к чертовой матери, валим. По-моему, здесь еще был один рюкзачок где-то. Ну, ладно, плевать, плевать на все. Паркуюсь где хочу, поехали. Все, нам бы ноги унести. Просто унести ноги. Просто унести ноги. Сейчас мы посмотрим, может быть, сходим еще на одну базу. В принципе, у нас времени полно, на самом деле. Ну, слушайте, полноценный рейд. Друзья, полноценный рейд охотничьей базы. Причем там было не два охотника, как я рассчитывал. Там было их, по-моему, штук пять, не меньше. Что-то около того. И мы с вами всю ночь провозились, и нет надобности нам пользоваться монтажом, чтобы ее вырезать. Отлично, отлично. Эмоций масса, на самом деле. Патронов, конечно, слил миллион, но ладно. Баллистика тут, конечно, такая. Можно вырубить с первого выстрела, а можно и с десятого не вырубить. В том смысле, что еще попробую попасть там, например, в ту же голову, да? Хотя вроде бы, друзья, мне кажется, что у меня получалось сейчас, ну вот прям на удивление, все. Все получалось, потому что я жив, а они нет. И их померло там гораздо больше, чем меня померло. Заодно сейчас посмотрим наши ловушки на рыбку и на мелких животных. Что там у нас с вами попалось? Ну, давайте начнем, наверное, с этих животных. С сухопутных. Да, смотрите-ка, сидит малыш. Ой, какая милота, а. Классно, супер. Сидит красавчик. Только мертвый, жалко, да? Ну, ничего. С виду живой, как бы, да? Но на самом деле нет. Так, смотрите-ка, приманочка, да? Да что ж ты запарил, друг? Давай, давай, вот это все назад. Нам сейчас пригодится, кстати, эти ягодки разложить в других ловушках. Заодно посмотрим, что там появилось. Так, смотрите-ка, у нас как бы куча всего, да? Вот эти вот вещи зря я крафтил. А здесь, смотрите, никто не попался, интересно. То есть мог, но не попался. Значит, я делаю вывод, что все-таки нужно ставить там, где животные есть. Потому что, ну вот, курочка попалась, да? Тоже удобно. Так, кстати-кстати, давайте-ка, наверное, сейчас себе освободим слоты. Ну, так вот временно, друзья. Вот это я сейчас все сделаю. Не то, чтобы мне это очень нужно, но просто приходится. Потом я либо сломаю это все, либо оставлю как засидку здесь охотничью. Потому что в этом месте тоже бывает нужна. На берегу довольно часто ходят волки. Зачем ты картошку съел? Ну, ладно, съел и съел. Так, хорошо, приманочку положили. Кстати, мне кажется, наверное, что можно приманок и побольше заложить, да? То есть, скорее всего, только одно животное может попасться на одну приманку. Но если положить побольше ягодок, я думаю, что попадется, наверное, побольше. Так, собрали ресурсы, забрали все и всех. Возвращаемся на нашу базу. Смотрим, что же нам там с вами удалось найти. У охотников в закромах. Но я как минимум видел мягкую ткань. И это очень круто, потому что, ну, с мягкой тканью реально здесь проблемы. Хлопок на базе. Хлопок на базе, какой класс. А здесь? Да, здесь тоже у нас все поспело, все созрело. Но, честно, друзья, сейчас вообще пока не планирую заниматься урожаем. Давайте пытаться разгребать, смотреть, что мы все-таки там с вами принесли. Во-первых, крутые стрелы. Сразу давайте выкладывать все туда, куда нужно. Боеприпасы, хорошо. Вот эти коробочки тоже отлично. Так, в остальном, по-моему, он вроде как и все, да? Так, сюда мы с вами скидываем гвозди. Не удался мой план с постройкой рядом с охотниками, да? Получается, нельзя. То есть разработчик все-таки не глупый парень. Вообще далеко не глупый. Суперкрутой чувак. Как он предусмотрел вот эту вот вероятность того, что хитрые игроки будут рейдить вот таким способом. Просто забираться к охотникам, да? Ну, хорошо. Красавчик предусмотрел. Молодец. Против всяких хитропопых товарищей. Так, морковочку выложим. Это что такое? А, рыбий жир. Отлично, отлично. Он нам пригодится. Вот это вот, наверное, мы сейчас с вами сразу сделаем себе микс. Хорошо. Руды, кстати, принесли тоже немало. Ну, как немало? Немного, в общем-то. Но в рамках, конечно же, самому добывать или забрать у охотников, то неплохо. Так, смотрим. Мягкая ткань. Она где-то нам была нужна. А ну-ка, давайте посмотрим, где именно. Да, нам вот здесь нужна была мягкая ткань. Так, секунду. А сколько у меня хлопка? А сколько нужно на ткань? Ах, жесть, жалко. Жалко на ткань, нужно больше гораздо. У нас с вами только лишь пять. А, стоп, что я туплю-то? Что я туплю? Вот же он. Вот же он растет для особо одаренных. Придется нам тогда собрать здесь урожай хотя бы с первой грядки. Хорошо. И вот сейчас, друзья, мы с вами кое-что сделаем. Не зря я приберег вот эти ресурсы. Ой, не зря. Сейчас мы с вами что-нибудь да сделаем интересного. Так, хорошо. Перья. Перья тоже есть. Значит, у нас есть две. Нам нужно на шлем. Нужно четыре, да? Создаем две. Пластины. Пластины у меня есть на самом деле. Вот они. Хорошо. И сейчас у нас будет крутейший шлем. Обалдеть. Вот это класс. Я не рассчитывал, что я буду крафтить в этой серии шлем. Но это безумно приятно, что это получилось. Так, убираем вот это. Лопок у меня где лежит? Вот здесь. Кладем его сюда. Так, лопка 14 аж, да? Тогда нам нужно чинить... Да, обязательно чинить, потому что сейчас мы пойдем в другое место с вами. Шлем. Отлично. Здорово. Так, давайте сейчас перечиним нашу одежду. Хотя, наверное, может быть, есть смысл подождать, когда она побольше порвется, да? Потому что, скорее всего, починка одинаковая. Ну, может быть, и не одинаковая. Смотрим. Защита от урона плюс 19%. Сопротивление холоду минус 2 градуса. И сопротивление теплу 26,7. Отлично. Неплохо. Так, смотрим, что куда убираем. По-моему, все вот сюда. Вот эту штуку давайте сразу употребим. А вот с этой штукой... Нет, 15 бинтов. Я думаю, нам должно хватить. Не знаю, сколько там будет охотников. Надеюсь, что будет немного. Но надеюсь, что хватит. Так, кролика, кролика. Ну, давайте, ладно, пожарим. Не хотелось сейчас этим заниматься. Мне и так тут есть что съесть. Поэтому не будем этим заниматься. Сейчас, по крайней мере. Потом я за кадром пережарю. Все собираюсь. Честно, вообще нету времени пережарить вот здесь вот всю эту лабуду. Последнюю вот съедим. Докинемся немножко водорослями. И отправимся с вами в путь. В путь дорожку. А точнее под воду. Проверять наши ловушки. Так, у нас с вами фун. Смотрите-ка, а ну. Что за звуки, черт возьми? Периодически здесь возникают. А ну, оценим сейчас нашего персонажа. У нас, правда, девочка получилась. Такая амазонка, да, здесь. Посмотрите-ка. Крутая. Какая барышня. Какие штанцы моднячьи. Ну, снимать мы с нее жилет, конечно же, не будем, друзья. Не стоит этим заниматься. Посмотрим, как у нас изменилась карта. То есть мы прогулялись немножко здесь до охотников, да. Видим их базу. Причем карта, друзья, это на самом деле вид сверху. Это не просто какая-то бумажная карта. Это настоящий вид сверху. Потому что вот наша засидка. Вот еще засидка наша одна, да. Вот еще одна. Интересно. Хорошо бы здесь ящики бы помечались, где лежат. Но, видимо, эту опцию пока не прикрутили. А может быть и не прикрутят вовсе. Кстати, нужно будет еще починить сейчас стволы перед второй вылазкой на охотников. Заныриваем. Проверяем. Рыбка видна? А рыбочка видна. Красиво. Одна есть. Отлично. По-моему, у нас где-то здесь еще ловушка. Да, вижу ее на камне. Вот новую рыбку бы интересно посмотреть, как она попадается. Ну вот никак не попадается. По крайней мере не здесь. Я рыбачил не очень долго. Мне как-то было, ну не было особо времени именно на рыбалку. Ракушка. Ракушку надо брать. Но, наверное, после рыбки. Попробуем рыбку. Сперва заберем. Ну вот эти маленькие рыбки, это чисто рыбий жир. Больше ничего особенного. Ох, много ракушек. Ладно, друзья, ладно. Вещь-то хорошая. Я, если что, потом поныряю, пособираю. Как бы не за этим мы сейчас с вами здесь собрались, как говорится. У нас куча всяких разных других дел. Чиним сейчас все, что у нас там есть. Проверяем, что нужно для починки. Доски металлолом. Хорошо. Доски металлолом. Две калийных вот этих. Не калийных, а цинковых. Две цинковых нужны. На пистолет. Доски металлолом. Так, ну что, я вот думаю, делать ли нам еще одну взрывчатку. Ну, по-хорошему бы надо. Давайте-ка вспомним, какие там ресурсы нужны на нее. По-хорошему, конечно, надо. 80 пороха. Ну, в общем-то, ресурсы не проблемные на самом деле. Так, не помню, на грибу сейчас. А, не проблемные. Все, приехали. Шестеренок-то нету. Вот, собственно, и все. Вот, собственно, и приехали. Ну, тогда... Ну что, тогда кирка будем на монтаже сокращать, как говорится. Так, рыбка у нас сюда не ляжет. Ну, давайте добудем с нее жир тогда. Так, жир это неплохо, потому что у меня лекарства закончились, а рыбачить как-то... Ну, все как-то не доходит руки. Так, так, так. Ну, а это у нас барахлишко здесь обычно лежит. Гвоздики. Хорошо. Ну что, дубль-2, друзья. Дубль-2, отправляемся на следующую базу охотников. Она тоже довольно-таки интересная. Это такая у нас квадратная база. А следующая база, она больше напоминает домик. Вполне такой полноценный и классный. Интересно. Сейчас заценим. Наверное, давайте мы не будем сейчас на ловушке отвлекаться, просто пойдем дальше. А ловушки, кстати, очень прикольная тема для новичков. Вот зайчик сидит, например. Он, конечно, там помрет очень скоро. Но он уже помер. Ладно, заберем. А у нас черничка есть? Нет. Так, все, поехали. Надеюсь, что все пройдет тоже удачно у нас с вами. Сколько у меня, кстати, патронов от винтовки? Ну, еще, да, еще есть 16 патронов. Ну, надеюсь, что все получится к дробашу. Тоже немножко имеется. Ну, и к пистолету довольно-таки много, да? 44 еще. И в обойме 7. Хорошо. 50 патрончиков есть. Но мы сейчас попробуем как-нибудь, может быть, сверху разобраться с этими... с этими ребятами. Потому что вот сейчас мы уже скоро начнем видеть эту базу. Она здесь очень хорошо видна с вот этой скалы. Вон она, вон она. Но в то же время, друзья, в то же время здесь довольно-таки сложно. В том плане, что рельеф здесь, ну, непростой как минимум. Так, слушайте, как-то непонятно... А, вот они, вот они, вот они. Так, тихо-тихо-тихо. Опасно, опасно, опасно. Вот этого... Вот этого вырубаем, парня. Хорошо. Не вижу, черт возьми, где ты? Так, минус еще один. Ну, дверочку закрыли, гады, а? Какие, вы посмотрите. Мне что придется ломать. Жесть какая. Давайте подъедим бинтов на случай, если вдруг вывалит третий товарищ. Конечно, не уверен, но кто его знает. И ящик военный тоже нужно забрать, желательно. Ну, парочку пуль я схватил. Конечно, не сильно, не проблемно. Защита сыграла свою роль, но все же. Можно было и не хватать парочку пуль. Так, ну, как бы лут у них такой себе. Хотелось бы поинтереснее. Так, ну что, дверь, да? Ну, дверь только киркой, в лучшем случае. А никак, интересно, здесь больше не проникнуть к ним. Ну, выходит, что нет. Выходит, что никак. 750. Так, ну что ж, друзья, начну ломать дверь, а там будет видно, что у нас с вами в итоге получится. Ну что ж, дверь доживает свои последние секунды, как, впрочем, и моя третья кирка, друзья. Да, процесс этот утомительный, но, вы знаете, не такой уж он и проблематичный. И у нас внутри оказывается охотник. Внимание, опасно. Так, по-моему, он не один. Определенно. Хорошо. Подхилимся. На всякий случай не хочется схватить пулю в лицо. Сейчас все изучим обязательно, на всякий случай. Нет, это печка. Я думал, в шлеме кто-то стоит. Жесть. Ну все, вроде бы, да? Воу. Вторая база зарейдена. Жесть. Крутяк просто. Зарейдена. Не знаю, как правильно сказать. Стекло есть у них. Какие красавчики, а? Так. Давайте-ка потушим. Пускай потом тратится на розжих. Но я думаю, что им не привыкать. Не впервой, скорее всего, разжигать здесь что-то. Тем более, они выживают, как минимум, больше компаний, чем я. И смотрите, у входа есть уже ящик. Прекрасно. Так, здесь мы ничего не можем сделать. Ну, по идее, можно ее, конечно, разломать. В ящике барахлище полнейшее. Ну как, относительно барахлище. 15 тысяч. Нет, киркой 15 тысяч ломать. Такое себе. Воу, что у вас есть? Какой крутяк. Целая панель. Вы смотрите, клей. Две гранаты. Ну, вы знаете, лут, конечно, вот гвоздей какая-то куча непонятная. Зачем и почему они разложены по одному гвоздику? Ну, солнечная панель, друзья. Ну, это же классно. Это же классно, это здорово. Мне казалось, что я два раза здесь в голову попал, но сидел тут, походу, только один боец. Так, здесь мы были, здесь мы видели. Ну что? Потому что я не горю желанием разбираться сейчас еще здесь и с проблемой там прихода на мою базу. Так, волчок за нами увязался, гад. Волчок, а может быть? Да, давай-ка. А топора-то нет, нет, топор есть, стоп, топор есть, все, ништяк. Потому что я хочу еще два ящика залутать, которые здесь есть по пути. У нас уже концовочка серии, но ящики пропускать я не пропускаю. Какие ящики, на самом деле? Все нужно, все важно. Но лут, друзья, безумно рандомный. Вот ящики просто, ну, так скажем, для красоты разукрашены в разные цвета, там, синие, да, военные и так далее. Тут гвозди выпадают из любых, патроны выпадают из любых, в общем, все такое. Очень рандомное. Проверим на всякий случай сейчас ловушки. У нас есть пара черничек, можем зарядить их. Как я понимаю, можно, наверное, вообще наложить сюда черники просто сколько хочешь. И будешь ходить зайчиков собирать. Так, а ну-ка взять половину. Давай вот так три положим сюда, я думаю, да, почему нет? Проверим сейчас все наши ловушечки. Перезарядим их на черничку. Вот еще одна черничка, хорошо. У нас как раз будет возможность зарядить полностью две оставшиеся ловушки. Жаль, не получилось выловить вот эту новую рыбку, добавленную разработчиком в этом патче. Ну, ничего, я думаю, что нашу рыбку мы еще выловим обязательно. Так, вот так. Взять половину, вот так, все. Яблочко загрызем. Ну, а почему нет? Смотрите, в принципе, лут у них годный. Конечно же, готовиться к захвату базы нужно основательно. В том плане, что можно, наверное, обойтись и без взрывчатки. Все сделать киркой. Но штурмовать базу нужно как минимум идти утром. Потому что охотники вроде как утром еще не респятся, как я понимаю. Мне кто-то в комментариях написал или где-то, я прочитал, уже не помню. Честно говоря, объем большой по этой игре информации. О том, что охотники в 12 ночи вроде как восстанавливаются. Но здесь как таковых часов нету. Но примерно можно понять, когда наступает полночь. Так, смотрите, у нас есть Мишка. Ну, наверное, напоследующих, да? Хотя у меня нет лука. Пистолетные патроны. Нет, не буду тратить. Ладно, Мишка, ты пока живешь. Вот, руда. Руду мы тоже заберем. Напоследующих зафармим. Нет, не так. Надо сперва ударить, потом прыгнуть. Тогда это фармится довольно удобно. Прекрасно. Моем руки и спать. Точнее, кушать и спать. Отсыпаться. Потому что выдалась у нас с вами сегодня, ну, так скажем, одна из самых сложных серий. Потому что воевали. Очень много было у нас с вами здесь противников. На первой базе вообще там штук 5-6-7 со счету сбился, сколько их там сидело. Проверим наш курятничек. Все в порядке. Давайте сейчас еще заглянем в инвентарь. Посмотрим, что там удалось принести. Две гранаты. Вот эта вот тема тоже нам пригодится. Клей. Ну, клей такое, как бы, не очень полезное. Прям так, чтобы сильно-сильно. Но, ладно, тоже пригодится. Сбрасываем все, что видим пока в этот ящик. То, что удалось подобрать. Гвозди, вот смотрите, за эту серию, друзья. Только за эту серию я нафармил что-то, ну, под сотку гвоздей. Причем, что я их даже не фармил специально. Как-то так. Они сами залипают в инвентарь. Потому что их, в принципе, падает немало. На самом деле. Брикетики. А печки мои потухли, да? Ай, ладно, черт с ними. Потом разожгу. Сюда мы с вами, по-моему, еще вот эту вот выложим все дело. Так, давайте напоследок сейчас установим панель. Нам не повредит еще одна панелечка на крыше. Любезно нам предоставленная охотничками трофейная панель такая, да? Давайте вот сюда ее тоже воткнем. Только, наверное, развернем, чтобы было красиво, как у нас эта панелька стоит. Друг, ты что там? С ветряк зацепился головой. Как-нибудь вот так. Оп. Симпатично. Симпатично. Написали, что абсолютно неважно, как ставить панели, ветряк. Все это работает. Ну, можно сказать, автоматически. Было бы солнце, был бы ветер. Ну что ж, друзья. Отличная получилась серия. Посмотрели на изменения будущего патча. И сходили, наконец-таки, на долгожданный рейд-бас охотников. Забрали у них заветный сундучок с ресурсами. Здорово получилось. Адреналинчик. Очень классно. Я думаю, что обязательно мы с вами повторим. Только я тут проведу небольшой менеджмент боеприпасов. Что-нибудь еще сделаю. Что бы у нас хватало. Потому что боеприпасы разлетелись порядочно, на самом деле. Ну, плюс еще моя паника. Дергаешься, нервничаешь. Делаешь лишние выстрелы. Хотя можно все делать более хладнокровно. Спасибо, что посмотрели это видео. Если вам оно понравилось, ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал. Комментарии обязательно пишите. Советы, предложения и пожелания. Увидимся в следующей серии. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok